Атомщики Снежинской и Нижегородского Сарова ищут способы защиты от космического излучения, того, что выводит из строя спутники и космические корабли. Ученым нужен новый центр для проведения испытаний. Подробности в рубрике «Новости Росатома». Освоение дальнего космоса может стать возможным благодаря проекту российских атомщиков. В Сарове на базе Федерального ядерного центра создаётся межотраслевой комплексный центр испытаний электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры. Его основной задачей будет исследование космического излучения и поиск способа защиты от его смертоносного воздействия на оборудование спутников и космических кораблей. Они выводят из строя элементную базу. Вот и всё. То есть через некоторое время приборы перестают просто работать. Космическое излучение – понятие комплексное. На орбите на летательный аппарат воздействуют потоки одних частиц, а в открытом пространстве – потоки других. Саровские учёные уже научились нивелировать влияние ряда ионизирующих излучений в отдельности. А вот прочную броню от всех сразу пока не придумали. Для этого необходимо новое современное экспериментальное оборудование, в частности синхротрон, с помощью которого можно будет воссоздать самое страшное излучение – излучение протонов, пронизывающих и корабль, и аппаратуру насквозь. Мы предлагаем оснастить наш центр, один из самых мощных в мире облучательных центров, протонным ускорителем, специализированным, сделанным по самым современным ускорительным технологиям, который может обеспечить проверку всех приборов, которые делаются, разрабатываются в Российской Федерации для космоса. Создание такого комплексного центра даст возможность одновременно в одном месте проводить испытания по всем видам излучения, чего сейчас нет нигде в России. Но помимо оснащения необходимой экспериментальной аппаратурой и стендами, в Сарове планируют объединить и опыт всех, кто занимается данной проблематикой. Уже сейчас есть договорённость с НИЯУ-МИФИ, Институтом космических проблем Роскосмоса и рядом зарубежных научно-исследовательских центров. Совместные изыскания в этой области дают надежду на то, что в будущем фантастические космические путешествия за пределы Солнечной системы станут реальностью.